Приветствую вас! Вероятно, вам покажется это немного странным, но с точки зрения психологии и профессиональной психотерапии можно сказать, что важно не то, почему ваш бывший молодой человек ведет себя определенным образом и завершает какие-то действия по отношению к вам, в том числе и в социальной сети, а важно то, почему вы хотите понять это, почему вам не все равно, особенно с учетом того, что у вас уже есть новый молодой человек, как вы сказали. Вот это с точки зрения профессиональной психотерапии очень важно, именно это. Дело в том, что гадать относительно того, зачем и почему мужчина ведет себя именно так, как ведет можно долго, у него могут быть самые разные причины, начиная от того, что вы задели его самолюбие, да, то есть вы здесь вот не описываете, например, почему вы расстались, да, но совершенно очевидно, что из-за того, что молодой человек сразу начал встречаться другой, как другой человек, это говорит о том, что он пытался, ну, что он либо пытался заполнить пустоту, то есть выбить Клинклином, либо он, брат, боится одиночества. И то и другое, то есть и те и другие основания свидетельствуют о том, что человек имеет некие личностные проблемы, которые и мотивируют его поступать так, как он поступает. То есть я имею ввиду мотивировать его следить за вами. Быть может, он, как многие мужчины, обладает чувством собственничества, например. Быть может, там есть еще какие-то причины, которые сейчас нам, ну, в принципе, неведомы, да, потому что слишком мало информации вы дали о себе и о нем, и о характере ваших отношений. То есть в этом смысле вам даже лучше знать, почему он так поступает, потому что вы его знаете, вы с ним встречались, мы его не знаем. И вопрос, который у меня к вам есть, он заключается в том, что почему вы считаете, что мы можем дать вам ответ, при том, что вы никаких вводных данных практически не даете, кроме как-то сухих фактов, да, что вот мы расстались, он начал встречаться с другой, по фоткам у него все отлично, почему вы решили, что, ну, что фотографии обращают условно реальное положение дел, да, почему вы решили, что если у человека по фоткам, к примеру, все хорошо, то это, ну, это автоматически, значит, что у него и правда все хорошо, то есть, ну, понятно, что человек, как бы, ну, по фотографиям хочет показать, что у него все отлично, но в реальности ситуация может быть совсем иной. И вот здесь момент, то ли вы такая доверчивая, вот вы так вот доверяете сильно, да, то есть, верите всему, что видите, например, или всему, что, ну, что пытается демонстрировать вам молодой человек, например, либо есть что-то еще. Но ведь почему вы считаете, что мы можем знать больше без информации, понимаете? Вот мне кажется, что это один из ключевых моментов. Дальше, значит, как я уже сказал, как я уже сказал, мы могли бы дать вам ответ на этот вопрос, который вас беспокоит и волнует, могли бы, могли бы дать на него ответ при наличии информации, то есть, при наличии каких-то более, ну, более таких подробных фактов, вот. Сейчас это выглядит просто как, к сожалению, сухое, очень сухое изложение информации, изложение каких-то вот данных, которые, ну, с точки зрения психологии, да, с точки зрения психологии. Нам ничего не дают, ничего не дают. Вот. Понимаете? В какой момент, какой момент здесь. Вот. Вот. Поэтому, я думаю, что вам нужно обратить внимание на это, во-первых. Во-вторых, вам очень желательно спросить себя, почему меня это задевает, почему меня это волнует. Вот. Вот. То, что, ну, то, что происходит, да, то есть, если я молодого, ну, если я молодого человека уже нового сейчас имею, то почему я хочу знать, для чего, для чего делает то или иное мой бывший молодой человек. Вот. Это важно. Это важно. Это важно. Как бы, как бы и, и кто бы что-нибудь не говорил, да, но это очень важный момент. И, значит, если вы поработаете со своими чувствами здесь, то вполне вероятно, что вам будет проще разобраться в себе и проще ответить на вопрос, на этот вопрос. Вот. Который вас так беспокоит, беспокоит. Вот. То есть, вы не будете тратить свою энергию, например, на то, чтобы понять другого человека, ибо это, ну, это абсолютно бессмысленно. Абсолютно бессмысленно пытаться понять логику другого человека, потому что, ну, вы так или иначе не сможете залезть к нему в голову. Вот. Так или иначе вы не сможете до конца понять, чем человек руководствуется. Вот. А если даже он вам скажет об этом, то я буду. Тогда будет означать, знаете, ну, некую, некую такую... некую такую, знаете, ложь, как это не печально звучит на самом деле. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь очень важно, очень важно именно вот этот момент для себя определить. И ориентируясь больше на себя, а не на него, да, ориентируясь больше именно на то, что вы чувствуете, мне кажется, что вы найдете свой путь к счастью. Вот. Даже если это будет непросто, да, если это будет нелегко, вы все равно это сделаете. Ну, в том смысле, что у вас выбором просто не будет выбора. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить. Обратите внимание на то, что вы, значит, пишете про себя и что вы глупая. То есть я так подозреваю, что у вас чувства. У вас чувства. К мужчине, вот, еще не прошли, вероятно. Ну, я так думаю. Я так думаю. Я в этом, конечно, не уверен. Но я так думаю. Вот. Вот, в принципе, то, что вам можно ответить. Я понимаю, что возможно, этого мало. Я понимаю, что возможно, вам этого недостаточно. Вот. Но на данный момент это все. На данный момент это все, что можно вам сказать. На данный момент все, что можно вам ответить. На этом все. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам. Если вы сделаете его лучшим, если вы сделаете лучшим мой ответ. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. И вы найдете, скажем так, успокоиться. Вы найдете успокоение. Вот. Обредете, собственно, гармонию у своей душа. Вот. Ну, а если не будет получаться, то вы можете обратиться к любому из наших специалистов. То есть мы вам сразу же, собственно говоря, поможем. Вот. Всего вам всего самого доброго. И удачи. Продолжение следует. Продолжение следует.